А наша программа продолжается. Еще раз доброе утро, уважаемые телезрители! Хорошее утро — это утро, которое начинается с... С чего, Сережа? С 12 часов дня. Трудно с тобой не согласиться. Но нет, с музыки. Поэтому так часто у нас в гостях бывают талантливые люди, которые взрывают эфир своими музыкальными талантами. И сегодняшний день не исключение. К нам в студию придет Гродненко, которая снискала популярность в сети благодаря своим каверам на песни звезд канала «Дисней». Сегодня ее канал смотрит более 13 тысяч подписчиков. Встречаем Рину! А у нас в гостях сегодня Гродненко, которая снискала популярность в сети благодаря своим каверам. Это Ирина Дисней. Доброе утро. И видеоблогер. Привет, Ирина. Доброе утро. Расскажи, кто такой видеоблогер, чем он занимается и какую пользу, может быть, приносит миру? Или не приносит? Лучше, чтобы приносил. Отлично. Я думаю, что ты приносил. Видеоблогер вообще снимает видео. Это может быть любое творчество от каверов, как снимаю я, например. Какие-то влоги, например, DIY. То есть рассказывает, как что-то сделать самому. Путешествия тоже. Очень разный спектр видео, тем всяких разных. Вот честно сказать, у блогера фантазия безграничная. И вот на что он гораст, то вот он показывает людям, и люди смотрят. И это труд, да, это труд. И лучше всего, чтобы у этого труда была какая-то цель. И желательно... Большая, грандиозная. Ну, может быть, даже не грандиозная, но хотя бы искренняя. Но ты снимаешь каверы на песни Дисней, сериалов Дисней. Да. Скажи, что тебе нравится больше? Смотреть сериалы или всё-таки петь? Наверное, больше мне нравится... Ну, хотя почему «наверное»? Мне больше нравится петь. Это сразу понятно. Но вдохновили меня именно диснеевские сериалы музыкальные на то, чтобы петь. Потому что до этого я всегда сидела в своей комнате, смотрела вот эти вот сериалы героини, как они пели на сцене, как они занимались музыкой. И не то чтобы завидовала, просто мне было грустно, что я так тоже не могу. Хотя хочется. Но я и стеснялась, с одной стороны. Как-то не верила в себя, что я могу петь. Ой, ну серьёзно, что ли, я? Вот. Но в итоге всё-таки попался один сериал «Виолетта» на канале Дисней. Он меня очень сильно вдохновил. Я после этого сериала пошла заниматься в студию «Миллениум». Сейчас я на городских площадках выступаю, не поверите. Для меня это... Поверим? Почему нет? Мы видели, да. Здорово. Мы хлопали. Для меня это огромный шаг. Какие-то мечты даже исполнялись. Я, честно говоря, не ожидала, что такое возможно. Но вот именно диснеевские музыкальные сериалы меня на это вдохновили. Вот. Поэтому музыку я люблю благодаря этим сериалам. У нас, кстати, есть сейчас хорошая возможность не просто услышать... Услышать лучше. Да, а даже посмотреть. Посмотреть воощию, чем же всё-таки занимается Рина. Давайте посмотрим. И, кстати, сегодня очень-очень супер-супер важный день, потому что я одна, а вас у меня целых 12 тысяч. Вау. Спасибо большое. Поехали. Поехали. Что-то бы возвышает меня прям выше, чем те, кто меня смотрит. А мне кажется, что я рядом с ними, и я хочу быть рядом с ними, не хочу забираться высоко, поэтому я предпочитаю поклонники моего творчества и зрители просто. Так вот, на моём канале у меня чуть больше, чем 13 тысяч зрителей. Я этим очень сильно горжусь, потому что есть многие каналы-миллионники, у них огромная аудитория. У меня, конечно, такого нет, я не могу пока похвастаться. Но я горжусь тем, что каждый мой зритель, он нашёл моё видео, зашёл на мой канал и нажал кнопочку подписаться сам. Я не покупала нигде пиар, нигде не рекламировала свой канал. Вот как-то оно так само пошло, видимо, приглянулись людям мои видео, и я очень рада этому. Вот, да. Да. А есть ли какая-то обратная связь с твоими поклонниками, подписчиками? Фанатами, да. Хоть ты не любишь таких называть. Фанатами, не фанатами, в общем, друзьями твоими. Конечно, они могут мне написать в личные сообщения в ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме, во всех социальных сетях, в комментариях. Я с ними общаюсь даже в комментариях. Знаете, просто я сама зритель. У меня есть кумиры, вдохновители, блогеры какие-то тоже. Я смотрю в YouTube, и я прекрасно понимаю те чувства, когда ты смотришь человека, тебе нравится его творчество, и ты можешь с ним пообщаться. Поэтому я никогда не отказываю в общении, во встречах со своими фанатами. Даже во встречах? Фанатами. Даже если это происходит за рубежом, да? Да, никогда, потому что я прекрасно понимаю, как они рады встретиться со мной, даже если я не супер-пупер-звезда какая-то, если я просто Рина. Я прекрасно понимаю их чувства, и я очень рада, что я могу людям приносить такие эмоции, что вот они видят меня. О, Рина, я так рада тебя видеть, привет, и лезут обниматься. Это вообще, это самая огромная награда, и я поэтому никогда не перестану с ними общаться. А вот другие видеоблогеры, ты с ними тоже как-то общаешься, взаимодействуешь? Ну, я смотрю YouTube, я знаю многих блогеров, но общаться, наверное, до каких-то топовых миллионников я еще, наверное, конечно же, не доросла. Может быть, когда-нибудь, но сейчас, да, я общаюсь с ребятами, в основном из Польши, девочки тоже записывают каверы, я с ними общаюсь, даже совместные видео снимала. Мы недавно смотрели. Да, да. А из самых популярных, наверное, мои друзья в YouTube, это канал Син Кин Караоке, вот, у них несколько миллионов подписчиков, и вот мы с ними дружим, они из Англии, из Лондона. Как ты относишься к критике? Я люблю критику, потому что есть две стороны критики. Одна, конструктивная, когда человек смотрит незамыленным взглядом на твое видео, на тебя оценивает картинку в целом, и, по сути, ему как бы, ну, не то чтобы все равно на тебя, вот он смотрит и свое мнение говорит. И вот прислушиваешься, да, и ты понимаешь, что тебе нужно исправить, в чем, может быть, ты ошибался, потому что зритель, я же не только для себя снимаю, я и для зрителей, чтобы им было интересно. И поэтому я слушаю, что они хотят, что им нравится, прислушиваюсь к ним, это да. Но есть еще критика. Хейтеры. 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 Я люблю хейтеров, они поднимают настроение просто топ. Тролли, да. Супер. Но еще в этом есть огромный плюс. Здорово, что у меня есть хейтеры. Потому что тебя смотрят. Потому что они меня смотрят. И они не просто... Внимательно следят за творчеством. Да, они следят за моими видео. За всеми. И, наверное, под каждым говорят, что вот этот хуже предыдущего, а вот этот хуже всех вообще. Да, и самое главное, я вызываю у людей эмоции. Они смотрят на меня, что-то чувствуют и со мной контактируют. Неважно как. Главное, что они меня видят и слышат. Вот что главное. Поэтому хейтеры супер. Привет, передаем. Привет, хейтеры. Я вас обожаю. Спасибо, что вы поднимаете мне настроение. И благодаря вам рождаются какие-то вдохновляющие даже фразы на путь для моих зрителей. Вот хочется и сейчас еще раз тоже увидеть и услышать себя. Но в этот раз какой-нибудь из каверов. Да. Так? Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 группой по плану учу, вот в плане учебы. Где вы скидывали шпоры? Да, это вообще самое важное. Ну а так вообще нет. Я не думаю, что я зависима от социальных сетей. У меня немного аккаунтов в социальных сетях. И то я их веду только потому, что зрители мои интересуются. И вот для общения с ними, для того, чтобы делиться событиями своей жизни. Кстати, круг общения у Рины тоже может быть большой, потому что она знает несколько иностранных языков. Да, это точно. Русский, белорусский, родные языки. Я говорю еще на польском, на английском свободно учу, немецкий и испанский сама. То есть границ практически нет. Нет. То же самое, что и для развития. У творческого человека никогда нет границ. Не должно быть, даже не должно. Ирина, мы очень благодарны тебе, что ты пришла сегодня к нам в студию. Благодарны тебе за тот позитив, который ты с собой несешь. Мы его ощутили на себе. Хотим пожелать тебе творческих успехов в дальнейшем. Успехов, вдохновения, подписчиков. И пускай растет твоя аудитория зрительская. Зрителей, да. И чтобы наша тоже аудитория росла, мы будем радовать вас интересными гостями и выпусками. Это была программа «Просто утро». Спасибо.